Здравствуйте, дорогие друзья! С вами говорит практический психолог Сергей Ключников. Сегодня я хотел поговорить на тему, которая интересует очень многих людей. Тема лени и тема боли. Что для вас более приятно, если вы представите тот и другой процесс в образах? Конечно, лень. Очень приятно представлять себя лежащим на кровати, на диване, в сладкой неге, ничего не делающем и получающим от этого удовольствие. И хотелось бы, чтобы это было вечно, но, увы, жизнь суровая штука. Если мы длительное время ничего не делаем, лежим на кровати, мы так и получаем эту кровать, этот обшарпанный диван. У нас ничего не получается. Посмотрите на гениев успеха в любой сфере. Наука, бизнес, политика, шоу-бизнес, какие-то креативные начинания. Все эти люди ведут свою жизнь не в горизонтальном, а в вертикальном состоянии. Это люди в воле. Но люди, живущие с драйвом, с удовольствием, с наслаждением. Им нравится процесс преодоления препятствий. Они сознательно или бессознательно усвоили глубинный смысл восточной мудрости, благословенные препятствия, ибо ими растем. Мне приходилось много путешествовать по горам, общаться с альпинистами. И многие из них говорили, что они рассматривают процесс восхождения на гору, как бы процесс овладения энергией горы. Они как бы идут навстречу этому препятству, питаются этой силой сопротивления и превращают ее в свою внутреннюю силу. Как научиться любить эти усилия? Для этого нужно изменить свою философию, философию жизни. Нужно сказать себе, лень – это всего лишь временный момент отдыха, когда вы долго работали и, наконец, заслуженно прикорнули на какую-то минутку. Но настоящее искусство жизни – это восхождение, это процесс победы, это процесс извлечения энергии из сопротивления, это процесс самосозидания. Те удовольствия, которые вы получаете, когда вы находитесь в вертикальном состоянии, когда вы идете вперед к вершине, абсолютно несопоставимы с теми вялыми наслаждениями ленивого покоя, которые, в общем-то, не ведут никуда. Истинный мастер совершенствования, мастер успеха, он умеет и отдыхать, он умеет лениться, он может позволить себе на какое-то время расслабиться, но прежде всего после того, как он хорошо поработал. И работать нужно уметь не только с внешним миром, а с самим собой. Если вы научитесь наблюдать за собой, вы увидите внутри себя ленивое существо, которое, в общем-то, не хочет ни вашего успеха, ни богатства, ни каких-то достижений, ни новых ярких впечатлений, а это ленивое я хочет сузить вашу жизнь до размеров кровати, до размеров вашей комнаты, чтобы вы никогда оттуда не выходили. Настоящий жизненный простор, настоящий драйв жизненного путешествия начинается с того момента, когда вы отбрасываете это «я», и когда вы научаетесь великому искусству соединения удовольствия и усилия. Конечно, усилие не должно быть жестким, усилием со стиснутыми зубами. Если у вас преобладает такой тип усилия, то вы не сможете делать его очень долго. В какой-то момент вам надоест, и тогда вы действительно соскользнете с этой вертикальной тропы и снова окажетесь на диване. Но если вы научились напрягаться в меру, если вы ввели в свое сознание идею, что каждый день и каждое дело нужно делать чуть лучше, чем предыдущее, и получать от этого кайф и удовольствие, ваши волевые мускулы нарастают, и для вас становится не страшно никакие жизненные трудности и обстоятельства. Мне приходилось видеть много сильных людей в бизнесе, и они понимали, что жизнь – это борьба, но они не боялись ее. Они загорели себя настолько, что любое сопротивление обстоятельств они воспринимали как вызов, и чувствовали мощный такой драйв внутри себя в своем теле, побуждающий их активно действовать и идти вперед. Существует много психотехник воли, но главная психотехника представляет собой соединение волевого усилия и удовольствия. Когда вам нужно что-то делать, но какая-то часть вас начинает этому сопротивляться, мысленно окрасьте образ усилия в яркие солнечные краски. Представьте себе виды природы, почувствуйте горный воздух, ветер, который звенит у вас в ушах и который дует вам в спину, подталкивая вас идти вперед. И в этом случае вы почувствуете мощный импульс, благодаря которому вы победите любые трудности. Если вы хотите узнать на эту тему более подробную информацию, я советую вам подписаться на рассылки на моих сайтах, на моих блогах www.ключnikov.ru, www.ключnikov.com, блог психолога Сергея Ключникова, почитать мои книги на эту тему. И я думаю, постепенно вы пропитаетесь вот этим духом преодоления себя, победы, духом постоянного восхождения. В этом случае вы больше не будете уставать. Каждое мгновение вы будете становиться сильнее. Каждое препятствие будет превращаться у вас во внутреннюю силу, так же, как тренирующийся спортсмен превращает вес штанги в упругость своих мускулов, в крепость своих связок. Так и вы будете закалять мышцы своего духа, и будете становиться все сильнее, успешнее и счастливее. Желаю вам успеха на этом пути. Спасибо.